Эх, дружище, я тебя вообще не завидую. Что тебя сегодня ждет? Это просто пипец. Здрасте. Всем, друзья, привет, уленьки. Продолжаем играть NF марш в 22 ферме. И у нас, друзья, июль. Июнь мы пропустили, потому что особо ничего интересного там не было. Наши поля не созрели. Было три контракта на уборку и после них, соответственно, было три контракта на культивацию. 33 тысячи у нас обслуживание техники заняло. 55 тысяч, 53 тысячи продано тюков. Это солома с тех контрактов. Это был ячмень и рожь. 4 тысячи расходы на топливо. Опять-таки, комбайн жрет много. Доходы от продажи урожая 11 тысяч излишки, соответственно. Доходы по контрактам 145 тысяч. И другое 5 тысяч. Это у нас бонус, эко-счеты, все дела. Так что, в общем-то, в основном трудились вот эти вот трое и еще культиватор. А, но еще тюковщик и вольво, да. Ну ладно, потрудились трехи. И, друзья, у нас в июль. А я говорил, что к июлю надо будет нам купить биогаз. И мы его сегодня обязательно купим. Плюс у нас созрела опять-таки вся трава. То есть, все контракты на уборку, на тюкование у нас тоже будут доступны. Но я их не брал. А у меня висит 11 штук. И знаете, что это такое? А это, друзья, много чего созрело. Включая наше поле 36-ое с овсом, которое вот я ожидал, что оно должно созреть в июле. Все нормально. Оно созрело. Остальные все поля, кроме вот 11-го и 62-го, есть контракты на уборку. Может быть и эти тоже появятся потом. Я все эти контракты нахватался. Вот они висят прекрасненькие. Такие. 78-ое поле. 525 тысяч за него платят. Ну, 109,5 гектаров так-то. В общей сложности нам предстоит убрать 285 гектаров урожая. Чуть больше. Плюс, опять-таки, контракты на тюковку, которые никто не отменял, которые вкусненькие. И, наверное, самые большие поля я таки затюкую. Почему нет? Тут еще прикол в том, что убирать мы будем пшеницу, горчицу, овес, ален, тут даже созрел мак, нут. А, много чего разного. Ладно. И я, друзья, думаю, что одним комбайном я здесь не справлюсь вообще в жизни. Ну, то есть, я-то, конечно, справлюсь, но сколько на это уйдет времени, я не знаю. Поэтому, наверное, имеет смысл купить сегодня новый комбайн. Вопрос только, что брать. Я думаю, друзья, что надо брать топовый класс с большим бункером на 18 кубов на гусеницы. И номер у него будет 53. На самом деле, я же говорил, что я забуду про то, что я не по порядку пошел. Вот косилки наши я поставил 51-й, который уже был. На монтаже, правда, только вспомнил об этом, но да ладно. В общем-то, вот эту вот штуку мы покупаем. И, конечно же, ей нужна жадка, друзья. И жадка будет модовая. Ничем она не отличается от стандартной. Единственное, что можно сюда вешать любые декальки. За 40 евро можно поставить сюда стикер 40, да? Да, вот он есть. А классовская жадка, соответственно, классовские цвета. Какой там красный у класса, я что-то как-то даже и не припомню. Или здесь давайте белый сделаем. Белый классовский, да? Пускай будет белый и декалька. Ой, нормально. Колесики пускай тоже тогда будут белые. Пойдет. Короче, ее тоже покупаем. 585 тысяч. Охрененно здоровенная опять-таки бандурина. Скорее всего, будет нас радовать. Да, я говорил, что все, копим деньги на биогаз. Но, скажем так, этот комбайн сегодня себя точно окупит. Сэкономит мне времени кучу и все такое. Плюс, друзья, из нехороших моментов еще. Нас впереди ждет дождик. Он, правда, всего через 4 часа пойдет. Вроде как всего час будет идти, но все равно неприятно. Я просто не знаю, сколько времени у меня вот это вот все дерьмо займет. Но я боюсь, что для спонсоров так точно. Перерыв между вот этими двумя сериями, он будет супер длиннющий. Потому что тут реально куча времени на уборку всего этого дерьма уйдет. Но, в первую очередь, друзья, конечно же, у нас есть наше поле. На котором овес. И начнем мы с уборки нашего поля. Можно его, кстати, новым комбайном убрать. Или парой комбайнов. Давайте пару комбайнов запустим. Почему бы и нет. У меня, правда, есть еще желание. И, скорее всего, возникнет потом потребность купить еще одного мана с прицепом. Так, ты у нас едешь на поле номер 36. И сразу же давай тебе маршрут запишем. Сгенерируем. Ага, здесь ты жатку сам, наверное, хрен прицепишь. Но посмотрим. 13,7 метров. Два чувака у нас будут работать. Две поворотных полосы им ставим. И у этого по горло хватит. И острые углы. Сгенерировать. Пздынь. Отлично. И вроде как он небольшой. И должно быть все хорошо. Автоприсоединение жатки тебе поставим активно. И ты у нас будешь работать справа. Потому что, скорее всего, первый наш комбайн доедет быстрее туда. Ну, в общем-то, давай. Погнал. Надеюсь, ты доедешь. Только да. Маршрутик этот мы копируем. И нашему Нью-Холланду вставляем. Тоже с начальной точки. Только ты у нас будешь работать влево. И на поле 36 отправляем все вот это вот дело. Погнал. Ну и курс плей включи, конечно же. И друзья наши маны. Работают с комбайном на поле 36. И отвозят все на склад. БГА склад загрузка. Блин, надо подождать, пока класс доедет. Настроим пока второму. Поле 36. Поле 36. И БГА склад выгрузка. Ага. Здесь тоже выгрузку. Я загрузку случайно поставил. А класс, кстати, первый доехал. Ну ладно. Такс. Места здесь мало. Нам перецепление жатки. Хотя вот здесь вроде как и побольше. Мне казалось, что он фарами моргнул. Не, фиг он здесь подцепится. Здесь дерево мешает. Отменяем. Но на больших полях, где деревья не мешают, они прекрасно с этим справляются. Так что их вручную надо перецеплять. И пока что давайте запустим вот этих вот двух товарищей. Чтобы они там тоже приехали хотя бы до поля. Овса на самом деле сыпит не очень много. Поэтому два мана, наверное, будет даже лишним. Такс, ты у нас будешь работать справа. Слушайте, он правда там фарами моргает. Так, и тебя мы тоже отменяем, потому что жатку ты сам не подцепишь. Цепляем вручную. Никуда не денешься. И вот этого товарища первого отправляем работать со стартовой точки. И он раскладывается и идет работать. А вот этого товарища мы отправляем работать второго со стартовой точки. Он, соответственно, тоже сейчас раскладывается и идет работать. Правда, он скорее всего метров на 50 отпустит желтенького нашего товарища. Точнее, не метров на 50, а на 50 метров. И сразу мне интересно, а что у нас тут по урожайности? Желтое, зеленое. О, погнали работать. Солому мы, кстати, тоже соберем. Хотя соломы у нас много. Может ее иметь смысл сразу же затюковать? Они должны прям быстро справиться с этим полем. Поле, конечно, не самое маленькое, но и не сильно большое. И, друзья, знаете, что я думаю? Мы в этом же сезоне, то есть в августе, на это самое поле засеем канолу. И все у нас будет чики-пуки. Так, с один ман уже поехал на разгрузку. Здесь, конечно, в идеале взять еще один ман. Я вообще в будущем так и планировал сделать. Взять штуки три мана и взять вот такую вот здоровенную херню. Прицеп перегрузчик. Сейчас денег, ясен пень, на это все дело нету. Потому что под эту штуку надо еще трактор на 400 лошадей. Но я уже придумал, какой именно пойдет трактор к нему. Это вот этот вот класс пойдет. Он даже мощнее, но ему, знаете ли, дохренищей таскать надо будет. И запускать три комбайна. Вручную их разгружать. Потому что, ладно, здесь овса сыпет немного. А если собирать даже хотя бы какую-нибудь условную пшеницу, там сыпать будет много. И прицеп перегрузчик это очень хорошая идея. В любом случае, я вот все обновляю технику. Уже какая? Такая, 12 серия. И мы еще не дошли даже до первого завода. Хотя справедливости ради, я сам избрал такой вот не самый простой начальный путь. Короче, пускай эти ребятушки тут работают. Я надеюсь, они быстро справятся. А мы встретимся, когда они тут все уберут. Слушайте, а довольно-таки приятная картина. Ездят у нас два комбайна. И одновременно разгружают в два мана. Выглядит просто потрясающе, на мой взгляд. Если бы оно еще всегда так работало и ничего не лагало, и вообще было бы классно. Но имеем то, что имеем. А я знаю, почему они здесь моргают фарами, когда проезжают. Короче, вот это вот то, что здесь растет, это вот какая-то культура. Может быть даже лаванда. С поля. И, соответственно, проезжая здесь, транспорт думает, что он на поле. А на поле он включает вообще все фары, когда заезжает автодрайв. Уборка идет, друзья. Я отправил сюда еще тюкалку. Сначала по левому ряду, потом по правому. Тюки мы тюкуем и вывозим на продажу. У нас лежит 300 кубов соломы. Она нам в запасах не нужна. Мы ее продаем. Каждая копейка у нас на счету. Выбрасывать эту солому просто так не хочется. Не найдено путь. Понятно. Уже приехала Вольва собирать, но тюков еще нету, поэтому не найден путь. Точнее тюк как бы есть, но он не лежит на поле, поэтому он не нашел путь. Дадим небольшую фору. На самом деле Вольва довольно быстро собирает тюки с поля. Быстрее, чем он тюкует. Поэтому пока что вот так. Ну вот, друзья, и уборка закончена. Довольно-таки быстро. Опять-таки поле не сильно большое, а комбайны нормальные. Да их еще и два. Ты, друг, тоже давай едь разгружайся. Потом они, правда, сюда вернутся. Ну ладно, сейчас со всеми разберемся. Этого мы тоже перецепляем, друзья. Надо заправить желтого комбайна, и пока мы рядом с домом. Поэтому сейчас мы приедем сюда на нашем электротракторе с заправщиком. Во, какие красавцы. Так, ты глохни. Нам нужна вот эта вот игрушка. Тут еще 2800 литров есть. На какое-то время хватит. Давай тоже дуй на поле номер 36. И, друзья, что же мы собрали? Мы собрали 108 кубов. Правда, 10 кубов сейчас еще приедет. 118 будет. 118 кубов овса мы собрали со 136 поля. Вполне себе неплохо. Дальше мы, друзья, на нем посеем канолу. Но предварительно его надо будет... Кстати, уровень PH хорошо. Везде чуть-чуть меньше, чем надо. Я думаю, мы известью его сейчас посыпать не будем. Или посыпать. Черт, не знаю. Ты, дружище, куда поехал-то? А, ты все загрузился полностью? Молодец. Так, электричка наша приехала. Смотри, через лаванду. Бздынь. Реально моргает фарами. Прикольно, кстати. Как будто реально просто моргает фарами. Давайте-ка поставим его вот сюда. А вот этого товарища ставим заправляться. Наверное, имеет смысл, кстати, слева пускать класса. У него чуть больше бункер. Давай заполняйся и глохни пока. Так вот, действительно, первым, наверное, имеет смысл пускать класса. Так и будем делать. Давайте его тоже тогда заправим. Раз уж мы здесь. У него, правда, топлива еще много. Значит, с чего мы начнем уборку? У нас тут есть пшеница, нут, овес, горчичное зерно, мак, лен и все. Мак и лен у нас по одному полю всего. Все остальное у нас по два, по три поля. То есть они будут уходить пачками. Поэтому, друзья, начнем именно с мака и лена. Начнем с лена, поле поменьше. У нас поле номер 63. А вот оно. Черт, не очень красивое поле с таким вот аппендицитом каким-то. Все четвертое рядом же, кстати. Можно будет его потом оттуда же отправить. Ну, давайте. Да, маршрут не самый красивый, который только можно было придумать. Вот это выглядит куда лучше. Пойдет. Это, друг, у нас поле номер 63. Ты будешь у нас работать слева. Кто-то завершил работу, кто-то молодец. Сейчас мы с ним разберемся. Так, ты у нас поехал. И этот самый маршрут мы копируем. Потому что есть у нас еще один товарищ. Ему мы маршрут сбрасываем и вставляем тот, что есть. Он у нас будет работать справа. И тоже на поле 63, как ни странно. И его мы тоже туда отправляем. Судя по карте, тут места куча. Поэтому они спокойно развернут свои жатки. Подцепятся и пойдут работать. Так, вы у нас тоже поедете на поле 63. Кстати говоря, поле 63. Погнал. И ты, друг, тоже на поле 63. Тоже погнал. Во, эти товарищи у нас поехали. Этого товарища мы отправляем на поле 64. Он там рядом станет и будет на соседнем поле. Если вдруг кого-то надо будет заправить. С этим понятно. А вот этого товарища, друзья, мы отправляем. Так как у нас здесь получилось два маршрута. По сути дела, один слева, один справа. Мы сначала сделали тот, который справа. А сейчас мы его отправляем тот, который слева. И припарковаться по завершению, да. Ну и так как тут длина, по сути дела, точнее ширина, почти 30 метров. Я думаю, что можно отправить мульчера сразу. Единственное, тюки ему некоторые там могут мешать. Но ничего страшного. Тюки у нас быстро уберутся. Мульчер. Во. Мульчер это ты. Тоже, соответственно, на поле 36. Вот отсюда. Во. Вот. Острые углы. Три поворотных полосы. Бздынь. И готово. Давай, едь, мульчируй и все будет норм. Я тут пока покатаюсь, пособираю тюки, которые вокруг. Так, как раз вот этот товарищ приехал. Сейчас он начнет работу. Вот эти тюки первые, которые вокруг, чтобы не мешать. Чтобы тюкалка сама на них же не напоролась. Потому что такое возможно. Этот товарищ поехал работать. Приминает он стерню или как оно тут правильно называется. Чем он занимается. Тут все хорошо. А тут, друзья, целая колонна просто едет. Комбайн. За ним два грузовика. И за ним еще этот самый топливозаправщик вон едет. Первый комбайн, который поехал. Класс. А вот он, кстати, как раз и приехал на поле пораньше. Так, это у нас Лен. Мы первый маг собираем, получается. Смотрим, чтобы он здесь нормально жаточку подцепил. Да, в принципе, да. Как я говорил, места здесь развернуться куча. Поэтому он все здесь нормально подцепит. Вообще, очень даже классная функция в курсплее. Давай, друг, у тебя получится. Бздынь. Подцепил. Поднял. Сложил. Сейчас сам развернется. Или не будет. Развернется, конечно же. Все, поехал на стартовую точку. Начинать косить. Полная автоматизация. Никакого участия. Это меня прямо радует. Все, развернулся. И сейчас пойдет собирать тот урожай. Это мы собираем Лен. Но, честно говоря... А, это маг. Было больше похоже на Лен. Знаете ли, исходя из текстуры, которые в 19 ферме были. Я, знаете ли, не сильно шарю. Вот эта штука приехала на поле. Кстати, вот она-то и помешает желтому. Он поехал в объезд. Сейчас мы его немножко в другое... А хотя не помешает. Но давайте его поставим сюда, чтобы он вообще никому не мешал. Тут у нас тоже отделяется соломка. И тут, видимо, льняная солома. Она какая-то другая. Сейчас мы посмотрим. Вопрос просто, нужна ли она нам ее сохранить. Льняная солома. Она, во-первых, дороже стоит. Она намного дороже стоит. Она в три раза дороже стоит. И сыпет ее здесь, я бы сказал, немало. Значит, мы ее затюкуем и продадим. В ближайшее время льняная солома нам точно нигде не понадобится. Насколько я понимаю, из нее потом одежду какую-нибудь будем делать. Да и, в общем-то, все. Сейчас мы ее просто продадим. Деньги нужны. Так, грузовички у нас готовы. Заправщик есть. Эти ребята работают, делают первый контракт. Пускай работают. А мы возвращаемся на наше 36-е поле. Здесь у нас тюкалка заканчивает, насколько я понимаю, проходы по кругу. Вот этот товарищ ездит, все за ним подбирает. Он молодец. Жалко, в инспекторе только не видно, что у него стюкапи. Но вот отсюда, кстати, видно, что он сейчас последний загрузит. Скорее всего, закроет ворота и уедет на разгрузку, да? Нет, видимо, в середине... А, возможно, в середине дырка. Он не знает еще, что у него тут 29 или 28. Что он сейчас подъедет, поймет, что не сможет загрузить. И да, закроет ворота и поедет на разгрузку. Ну, пускай ездит. Мульчер наш, мульчер. Уже первую проходку закончил. Уже пошел на вторую. Точнее, круг вокруг. Круг вокруг, да. Все-таки посыпем это все дело известью, да? И закультивируем. А завтра, уже в августе, засеем это все дело канолой. И сверху пройдемся удобрениями. И все. На этот год работы на этом поле будут закончены. Льна, кстати, собирается прям не очень много. Урожайность культуры не очень большая. Не знаю, хорошо это или плохо. Сам по себе он не сильно дорогой. Всего лишь 500 евро за куб. Ну, до 700 цена поднимается периодически. Но это такое. Блин, а вот этому товарищу сколько сегодня тюковки предстоит? Продались тюки. 9000 с прицепа. Это прекрасно. Но тюковать сегодня придется там не перетюковать. А у нас продажа штут вообще рядом. Поэтому он уже и вернулся. Какой красавчик. Вообще на золотом колосе мне нравилась механика, что надо сначала солому переворошить, чтобы она была полезной. Но опять-таки воровать она там была очень дорогой. Вот эта вот сухая солома льна. И вот с такого поля это был просто золотой запас этой соломы. Поэтому парнише всего 4 минуты осталось работать. Наверное мы его отправим пока домой. После работы. Тем парнишам надо дать фору будет. Чтобы они уехали. Прежде чем там солому собирать. JCB у нас последнюю проходочку делает сейчас. И последние тюки. Соответственно Вольво их сейчас тут все подбирает по-быстрому. Не, Вольво быстрее их подбирает, кстати, чем он успевает тюковать. Бздынь, еще один упал. Он его увидит, за ним приедет. Он отсюда сейчас сразу домой поедет. Поэтому выгрузит вот эти вот оставшиеся, что у него лежат, в тюкалке. Да? Да. Вот он их выгружает и уезжает домой. Эй, не забудь тюк-то. Вот. Вольво их, соответственно, сейчас поднимает и тоже уезжает на разгрузку. Последний бздынь. О, еще и на заправку поедет сначала. Ну, едь. Ну, а мульчер остается работать в этом поле. Когда он закончит, мы запустим сюда посыпалку известью и потом культиватор. И на этом поле на сегодня закончим. Останутся только контрактные. Здесь у нас работа кипит. Кстати, пока еще они даже ни разу не поврезались друг в друга. Вроде как Лексион должен сейчас успеть выехать из посевов, чтобы вот этот красный ман к нему пристроился и сразу на ходу его разгрузил. Надеюсь, это будет работать. В общем, друзья, на этом мы тогда сегодня закончим. Думал я, что мы в прошлой серии, точнее, я думал, что мы в следующей купим биогаз. Но тут такая вот уборочная подвернулась. И, в общем-то, даже какой-то контент у нас тут был. Я добиваю контракты и мы тогда с вами встречаемся, когда у нас на балансе уже будет дохренища денег. Посмотрим на итоги всего этого происходящего дерьма. На этом у меня сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Если хотите смотреть серии заранее, то на бусте это можно сделать. И еще раз всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилай. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok